Курские пивовары реализуют долгосрочную социальную программу «Нам здесь жить». Вот уже в десятый раз сотрудники компании «Санэнбеф» навели чистоту в парке имени Рокоссовского. На субботнике побывал и наш корреспондент Ирина Шашкова. Солнечный теплый денек – то, что нужно для работы на свежем воздухе. Поднимало настроение музыкальное сопровождение, ярко-зеленая экипировка, орудия труда и за работу. Здесь присутствуют руководители подразделений. Они и наблюдают за работой своих подчиненных. Самые активные получат подарки. И, конечно, те, кто привлек своих детей. Потому что это, прежде всего, формирование ответственного отношения к окружающей среде. Своим примером коллективного труда и отдыха сотрудники компании «Санэнбеф» призывают курян бережнее относиться к улицам, паркам и дворам родного города. На центральной аллее парка пивовары обустроили яркую цветочную клумбу. Мы с предприятием «Санэнбеф» уже работаем 10 лет. По этой программе достаточно эффективная программа. В общем-то, приносит свои плоды. Во-первых, это внешне видно. Это озеленение. Это цветы, это клумбы, это деревья. Это, в общем-то, отношение людей. Результаты уборки останутся заметны только если все жители будут постоянно поддерживать порядок, воспитывать уважение к своему городу и у подрастающего поколения. Даниловы приходят на субботник третий год подряд. Самому маленькому члену семьи – два с половиной года. Матвей помог маме побелить 10 деревьев. Это через год я убегаю. Только от нас зависит то, в каком городе будем жить мы и наши дети. И если с раннего детства их привлекать к таким мероприятиям, то это у них будет уже с рождения, с кровью и с пониманием того, что без этого, наверное, невозможно жить в чистом и хорошем городе. Убрали мусор, побелили бордюры и деревья. Несколько часов работы и парк имени Рокоссовского вновь в надлежащем виде. По традиции, весь инвентарь после трудового дня перейдет в подарок жилищно-коммунальным хозяйствам Сеемского округа. В ближайшем будущем компания СННБФ планирует продолжить реализацию социальной программы в родном Курске новыми проектами. Ирина Шашкова, Владислав Ковтанюк, телеканал Сеем.